Субтитры создавал DimaTorzok 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 А как вам удалось выехать? Через лес Пешком? Потом дети в квартире вызывали Там не у гуманитарной помощи, ничего нет люди голодают ни лекарEST Субтитры создавал DimaTorzok Дбай после крещения Сейчас они вам покажут, как они умеют. Тетя с ума сойдет. Вы плыгаете, а тетя тут все братья нет вообще-то. Людям провыкло. У тети тоже трое. Голова ходит по головам. Душка там не умладеет. Немножко так же, чтобы пыталась. Для сердца. Для женщин. Сказка о прекрасных принцах. Смелые ковбои. Прекрасный герцог. Ну это так, чтобы отвлечься. Хочешь, конечно, сидеть? Сдается? Нет, очень трудно. Я раньше до войны очень любила. Глотала их. А теперь не очень-то. Перебивается. Крама Турск. Не знаю, очень страшно. Особенно последнее. Когда я тоже 8 числа собиралась. Только вот не поехала, задержалась. Думала, вечером пойду там. Сын говорит, мама, подожди, не успеваешь. Еще немножко. Я тоже там лежала. Среди тех. Поэтому я даже не могу. Это страшно. О чем говорится? Сердце кровью обливается, как страшно. Ну да. Надеялась на краще. Надеялась, что не будет в войне. Не, ну ты такой, ну... Он что, совсем дурак, да? В 21 столетии печатает в войну за зброю. Ну, это... Ну, это... Ну... Незрозуміло. Да. Мы находились так близко до границы. И понимали, что может... А в 5 утра 24-го человек збазвонил и сказал, что тут уже полно в войск. Взвёрвані мости. Я уже не выйду ніяк. Из-за этого... Зрозуміло, что это очень небезопасно. Что это не скоро закинчится. Он видел, сколько техники идут на Харків. И как стало легче отбивать от Харкова, то мы понимали, что наши силы великые и мы победим. Да, да, да. Он помогал России. В России работал немного. Помогал им. А как пришли даже из наших людей, никто не поверил никогда. Если бы на нас напали арабы, турки, они нам помогают. Представьте, какая сейчас ситуация, что люди не верят в братину. Одразу нам помогали, разоружили, а теперь добиваются. И никто не верил. У меня родители есть, родители. Они не верят. Это все делает, говорит, Украина. Если третий поезд, знаете, собирается. А ну-ка сложи, Богдана. Слечу вас. Да пусть сложи. Пусть, пусть получается. Пусть как получается. Пока что еще нечем 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 нечем. Это кажется. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА 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 Сейчас обстрелы очень часто у нас. Ну, шлаки-то это все-все. Приезжали, сядь, сядь. Обаялись, втекались, скажи как. У нас вопрос идет у журналистов. Вот мамочка наша. Мне снимать не надо. Мы просто делаем разговариваем. Я говорю, что выложу свист карб. Потому что семья уже выехала. А я, пока пристроила в добрые руки собаку, а теперь выложу кишку. Все, кто знаком с моей мужской, все рады про голову и кошенят. Дама у нас воспитана. Небалована. Чистюха. А еще она мышей ловит. Я давно хотел посмотреть эти места. В свое время когда-то работал в экспорт-бюро, но не довелось мне побывать. Вот. Ну, а теперь, как говорится, представился вот такой случай, побывать и в этих местах. Ну, и посмотреть, как люди живут, в какой природе живут. Все мне это интересно. Получается маленькое путешествие. Никогда, конечно, мы не думали все, когда подтянули эти танки к границе России. Меня спрашивали. Как ты думаешь, будет война? Да ну что, Россия может позволить такое себе. Ну, пожалуйста. Россия вся целая, Украина. Никак. Что такое Путин? Говно. А на что еще? Ну, надо обязательно. Мама, там мамка забудет. Лесечка, девочка моя, ты выходь. Виходь, никто не забере, не переживай. У меня такой стресс людей, сколько всего. Она прямо длина. Она, и просто шарфа. Друзья, девушка, я хочу чистить. Майк, я хочу чистить. Вот так, вот это мамка. Вот это мамка. Пошла и на хормить просто. И они сразу тягиваются. И пьют. Усобода били, так ее дуя прямо. Она дует корову. Маленькая коровка. Я уже берегу. Я не отдам, не пью. Я не отдам. Я бы на месте президента не договаривался ни о чем с ним, с этим козлом и отстаивал военным путем все, конечно. Ну, я думаю, президент будет полнее, чем многие из нас, поэтому решит так, как он решит. Ну, для меня это, ну, для меня они были раньше братьями россияне, теперь все уже. Ну, честно, искренне ненавижу их всех там, что они там кричат, что мы выходили. Ну, в это вообще не верится. Хотели они, не хотели, я не знаю. Судя по тому, как наши ребята выходили и танки останавливали своими телами. А эти ублюдки убегают там от одного ОМОНовца. Ну, у меня только отвращение к ним. Серьезно. И, в принципе, буду ждать четвертую волну и пойду воевать за нашу армию. А что делать? Зарегистрируюсь его на Франковске и пойду воевать за нашу армию. Сейчас Украина стремится вперед. Я считаю, что это круто, когда она стремится в Европу. Это очень классно. Это, ну, я этого хочу. Ну, я хочу, чтобы Украина сотрудничала с Европой, чтобы она была в Европе. Это очень круто. Это развитие. Потому что, когда заморозился конфликт в 2014 году, ну, война вот эта, она там только на экранах продолжалась. У меня тоже были родственники из Донецка. И они говорили, что, в принципе, никто там не обстреливает. И кто потому что не говорил, что украинская армия Донецка обстреливает. Не обстреливала Донецк. Вообще не обстреливала. И где-то на экранах война ведется. Ну, так это война. Это обычная, но холодная война. Что ты тут сделаешь? Защищаться надо всегда, особенно на своей границе. Донецк-Луганск должен вернуться в Украину. Никаких вообще вот этих вот. Типа там это... Это не земля России. Когда это была земля России? Это никогда не было. Даже если историю поднять, почитать там. 1400 каких-то. Это Киевская Русь была. Киевская Русь. Я этим интересовался. Это никогда не было землей России. Чтоб они там не распадывали. Все по телу. Все. Все. Отдыхай. Нет. Ну, не понял. Проверить. Нет. Нет. Хоть проверяй, хоть не проверяй. Так у нас все. Сыра нет. Сыра нет. Все. Покажи фото. Ремонт и восстановление не подлежит. Это у нас. А у нас вообще нет. Это вот 15 минут. А вот еще. Это рядом с нами. Сидели обстрелы по нас и по нас, по нас и по нас. Сидели и ждали. Ну, хоть пять минут, чтоб выскочить с подъезда. Выскочили. Ну, там две минуты до машины добежать. И мы уехали, а нам звонят, чтоб нос взорвали. Я вообще, как мы уехали, я не знаю. А рожей нет, у сараев нет. Ну, ничего нет. Поле. Я не выезжала. Дети в Польше. Я не выезжала. Думала, свиньи у меня. Думаю, ну хоть свиньем уже зарежут. Ну, жалко. А утром вышли. Ни сараев с зерном, ни свиней. Десять собачек у меня было с той войны еще приютило. Ни собачек нету, ни кошечек, ничего нигде. И я ничего не пойму. Огород, весь сарай, все горит. Ну, быстренько выхватили машину и уехали. Что были в подвале, то мы уехали. Ничего не успели. Ни собрать, ничего вот так вот. Нету ни ручки, ни чашки, ни места, ничего. Одну машину только и то. Если б еще на день оставил, ее б тоже не было. Пошло. Не знаю. В Артемовске бросил возле сполкома. Будет стоять, не будет. И когда вернемся. Так к чему возвращаться? Квартиры нету, ничего нету. Вообще не к чему. Не к чему. Что nouveau альпом? Спокойной ночи у вас, давай до завтра. Микเชотин, глядь. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...